Наталья Ивановна, ну вот эта неделя, она особенная, ее особенно делает в том числе и День Матери, который очень широко в Беларуси отмечали в этом году, а еще Евразийский женский форум, в котором вы принимали участие. И вот, если честно, звучит он достаточно узко, женский форум, но темы, вот посмотрел, которые вы там поднимали, они гораздо шире, чем, ну, как казалось бы, вопросы евразийского региона. Вот что для нас этот формат, учитывая, что достаточно площадок, на которых мы можем эти же вопросы поднимать? Вы знаете, к сожалению, сегодня не так много площадок, на которых мы можем такие вопросы поднимать вот так, в режиме реального времени. Я имею в виду очно. Потому что вот мы, парламентарии и члены Совета Республики, много обращались к своим коллегам, дабы они нас услышали о происходящем в нашей стране. Ну, не очень хотят слышать, да? А вот эта площадка, она великолепная, на мой взгляд. Вы знаете, мне так довелось в 2015 году быть на первом евразийском форуме в Санкт-Петербурге. Это инициатива Валентины Ивановны Матвиенко. И сегодня это уже практически глобальное такое женское движение. А нынешнее, это уже третий? А это уже третий форум, да. Куда приезжает большое количество участников, участниц этого мероприятия. В этом году это 110 стран, это представители из всех регионов нашей планеты. И вы знаете, всегда получается достаточно открытый, честный разговор. И я вам хочу сказать, что там, понимаете, мы чувствуем себя действительно подругами. Валентина Ивановна в своем обращении сказала, а проще, скажем, так как мы уже научились говорить, подруги. И вы знаете, это действительно так. Когда мы находим общий язык в тех проблемах, которые волнуют сегодня представительницы разных стран. Я была довольна тем, что мне пришлось выступить на пленарном открытии этого форума, женского форума. И довести ту информацию о нашей стране, которую я хотела бы, чтобы услышали женщины из всех стран мира. О санкциях говорили? Говорили. Там нет тем, которые бы не затрагивались женщинами всего мира. Потому что вы видите, что ситуация в разных странах очень разная. И сегодня нас, женщин, не может не беспокоить то, что, к сожалению, очень много горячих точек появляется на планете Земля. Там, где есть неравноправие, там, где используется детский труд, там, где попираются права женщин, гендерное неравенство. И об этом говорят женщины. Говорят серьезно, говорят громко, и об этом заявляют на весь мир. В 2015 году был первый форум, и, наверное, должны уходить какие-то проблемы. А всякий раз появляются новые вызовы и угрозы, которые беспокоят нас, женщин. А женщина – это хранительница очага, это мать. Человек, который должен переживать за все. Потому что ты всякий раз пропускаешь через себя все проблемы, которые есть. И там, где люди голодают, и где сегодня идет война, и погибают дети, и женщины, мирные люди. И, конечно, пропуская через себя вот эти все проблемы, ты всякий раз задумаешься о том, что самое главное в жизни для каждого человека. И понимаешь, что мир и спокойствие – это самое важное. И, конечно, реализация тех возможностей, которые сегодня есть у нас в стране, но мы по праву можем этим гордиться. Да, если все-таки продолжать тему санкций, она действительно такая всеобъемлющая. И мы понимаем, что нет сегодня какого-то одного государства, против которого эти режимы работают, режимы санкционные. С точки зрения уже непосредственно законотворчества, у нас есть что сегодня противопоставить или ответить западным, даже не знаю, партнерам? Наверное, уже не партнеры, но и врагами еще не назовешь. Мы понимаем, что мы должны работать на опережение. Вообще законопроекты, конечно, они должны быть с сегодняшнего дня, по каким законам живет наша страна, наше государство правовое. И про это написано в основном законе нашей страны и Конституции. Но вместе с тем мы понимаем, что мы должны видеть, какие законопроекты нам еще надо будут, какие вопросы не урегулированы законодательно. И, конечно, мы должны учитывать все реалии современности, несомненно, мониторить ту ситуацию, которая происходит в мире, видеть, что происходит внутри нашей страны и принимать абсолютно адекватные законопроекты, которые будут просто нужны для нашего народа, для нашей страны. Конечно, мы учитываем все те нюансы, которые есть сегодня. Ну, это, я так сказала, нюансы, на самом деле, это проблемы. Дипломатично. Дипломатично. Проблемы, которые действительно не могут нас не волновать. Это санкции в отношении нашей страны. И, по сути дела, развернутая гибридная война, которая, в общем-то, сейчас, может быть, где-то уже немножко притихла, но вместе с тем радикализируются вот эти методы. По сути дела, это экстремизм. Мы об этом можем говорить сегодня, к сожалению. Поэтому совсем недавно на открытии сети мы рассматривали уже ряд вопросов. И одно из них – это приостановление действия соглашения между Беларусью и Евросоюзом о реадмиссии лиц, не имеющих гражданства. Потому что мы понимаем, что это вот сегодня то, на чем хотят сделать и обвинить опять в чем-то Беларусь. Вот сейчас подготовлено внесение дополнений изменений в Уголовный кодекс ответственности за призывы к санкциям. Это тоже мы будем рассматривать самым серьезным образом. Потому что это безобразие, когда люди призывают к санкциям, бывшие наши соотечественники, понимая, что эти санкции будут направлены против каждого человека в нашей стране. Сложно представить, что где-то в стране еще в мире. Понимаете, это не поддается вообще никакому осмыслению и человеческому разуму. На мой взгляд, это просто безумство какое-то. Поэтому, конечно, за это должны нести ответственности люди, которые призывают к санкциям против своего же народа, против своей страны. Вы заговорили про Конституцию. Действительно, сейчас такая очень серьезная законотворческая работа идет. И в первую очередь, конечно же, подготовка к сначала обсуждению, а потом принятию новой Конституции. Вот как вы видите этот процесс? Мы не первый год уже говорили про это. Что, да, действительно, время идет, меняются многие подходы и в реалиях нашей жизни. И, конечно, работа над основным законом нашей страны, Конституцией, это не тема, которая возникла вдруг как-то так в прошлом году. Про это мы говорили еще несколько лет назад, что надо заниматься, но заниматься так, чтобы это не было просто какая-то компания. А потому что, да, для этого есть какие-то необходимые условия, которые подтолкнули нас к тому, чтобы... То есть это не именем революции, это плановая работа? Конечно, нет, абсолютно. Это была плановая работа. Вы, если помните, я еще работаю в администрации президента. Мы про это говорили. Говорил про это президент нашей страны. И мы понимали, что, да, действительно, надо подходить к этому. Потому что есть вопросы, которые надо было уже даже технически реализовать. Да, ковида сдвинули тоже. Абсолютно. Да, но потом вот получилась такая ситуация, там же вот пришла эта пандемия, и приходилось заниматься этими вопросами. И мы понимали, что мы будем работать над этим основным законом нашей страны. И вот когда была создана эта комиссия конституционная, которая работала, и участие принимали наши сенаторы, и принимаем мы сегодня. Ведь мы представили проект, предоставили проект на рассмотрение, когда мы рассматривали совещание у главы государства с участием Александра Григорьевича. Но это же не окончательный вариант. Еще работа идет над основным законом. И более того, я хочу сказать, мы, вот выезжая в регион и встречаясь с людьми, мы слышим те предложения, которые озвучивают люди. Лена, вот это очень важно. Я попрошу здесь пояснить, почему. Потому что вы наверняка читаете, скажем так, оппонентов конституционной комиссии, которая говорит о том, что сейчас комиссия примет, президент подпишет, и без всякого обсуждения мы спокойно придем в день голосования. Ну нет, конечно. Вы знаете, вообще, выезжая в регион и встречаясь с людьми, мы уже про это говорим. Абсолютно. Вот совсем недавно в субботу я встречалась в университете. Это крайняя моя встреча. Я встречалась в университете со студентами Полоцкого государственного университета. И я говорила про это, про те новации, которые предложила конституционная комиссия, исходя из тех предложений, которые поступали не только от членов конституционной комиссии, но на диалоговых площадках, общественных приемных, от наших священнослужителей. Православная церковь несколько раз нам предлагала различные предложения по внесению дополнений в конституцию. То есть в этом участвуют широкие слои нашего населения. А то, что это будет обсуждаться в этом, даже нет никакого сомнения, прежде чем вынести на референдум новую обновленную конституцию, скажем так. Абсолютно она будет обсуждаться. Она будет обсуждаться народом, и широкомасштабно будет развернута эта работа. И мы для себя понимаем, что мы должны будем являться проводниками этого. Те члены конституционной комиссии, которые у нас члены Совета Республики, мы будем очень активно работать для того, чтобы донести те новеллы, которые будут предложены в новый законопроект нашей Конституции. Возможно, одна из самых крупных тем, она сложная, я уверен, что она очень важна для многих. Для меня лично точно. У нас год народного единства. В этом году впервые мы отметили День народного единства. Мы видим, что в обществе есть напряжение, ожидание того, что появится соединяющий фактор, который многим не достает. В этом смысле, на ваш взгляд, что бы могло стать цементирующим фактором? Потому что задачи большие. Во-первых, страна развивается. Во-вторых, принятие Конституции требует консолидации общества. Вот чего не хватает? Вы знаете, с одной стороны, очень просто ответить на ваш вопрос. С другой стороны, он достаточно философский. Для каждого, наверное, понятие объединения, единения, может быть, воспринимается по-разному. Я так думаю. Но мне видится, что в нашей стране вообще достичь этого не так сложно на самом деле. Объясню почему. Вы знаете, стоит задуматься о нашей истории. Вот просто посмотреть на историю своей страны. Вот вы сказали про День народного единства, да? И про праздник, который мы отмечали, 17 сентября. Вот сто лет назад, да? Когда нас разорвали тогда по-живому, да? Нашу страну. Беларусь разорвали по-живому. Потом Вторая мировая война. Все то, что происходило на протяжении, вот пусть этого столетия даже, с нашей страной. И когда ты вот это все проникнешься этим, историей своей страны, ты будешь четко понимать, что береги то, что у тебя есть. Это первое. Второе. Мне кажется, наши люди достаточно разумны. Беларусы мудрые люди. Как бы мы тут сегодня кто-то не говорил о том, что мы разные. Конечно, разные. Но по большому счету разум всегда должен восторжествовать. И мы должны для себя определить основные приоритеты в своей жизни. Мы можем сказать, кому-то материальные блага прежде всего, кто-то в профессии, кто-то в семье. Но основное у нас должно быть – это любовь к своей стране, к своей родине, к своей семье. Вот это скрепы, которые должны объединять нас. Ведь, ну, не может быть такого сегодня. Скажите, вы против или я против того, чтобы в нашей стране был мир? Конечно, нет. Пример Афганистан. Пример многие другие. И Сирия – точки планеты, горячие точки, где сегодня невозможно просто жить, не говоря о том, что уже там учиться, приобретать какую-то специальность, работать или еще что-то. Так надо задуматься над этим. И я думаю, что если каждый подумает очень хорошо про это, то будет понимать, что надо беречь то, что мы имеем, и гордиться своей страной, уметь выделять главное в этой жизни. Вот то, что должно нас объединять – наша история, наш фундамент. И, вы знаете, многие говорят, ну, вот так произошло, что-то мы упустили, где-то мы недоработали. Ну, надо смотреть внутрь себя. Я всегда говорю, понимаете, а если взять по большому счету 30 лет, не такая большая история нашей независимой, суверенной страны, но какая страна сегодня, которой мы гордимся, все гордимся, без исключения. Знаете, хорошо там, где нас нет. Вот так говорят, такая пословица есть. Поэтому, конечно, вот единение, вот то, что нас должна объединять, наша славная история, и то, что мы сделали за эти годы. Это очень важно. Наш народ все это прекрасно понимает. И мы должны ценить, ценить мир, спокойствие и те возможности, которые есть сегодня у нас, у каждого, для реализации в своей родной стране, на своей родной земле. Продолжение следует...